Ссылка в описании Ссылка в описании Всем привет Ну что У нас в вопросе С кем записать совместный трек Лидирует Насколько я понял Лидирует Гуф Ёлка привет Рад видеть тебя В нашем замечательном эфире Сегодня я задал вопрос С кем записать совместный трек Ну вы там написали Конечно очень много Людей Но лидирует Гуф по-моему Лиза спасибо Я рад что тебе понравился альбом Мне приятно На самом деле Ёлку я знаю очень давно Мы познакомились в году В 2001 Да в 2001 году Мы с ней познакомились И С того времени Мы остались в музыке Делаем Двигаемся Если вспомнить Если вспомнить всех Тех кто был тогда Вокруг Наверное По пальцам Можно пересчитать Тех кто остался В деле Вот Мы С Ёлкой До сих пор В музыке Делаем Красиво Фьюз Да Фьюз Я имею ввиду Что Это был Рэп-мьюзик 2001 Саша Ты опопсел Пишет мне Прекрасный Мой старый Друг Я знаю Бро Я Для меня Это не Ну Типа Ты меня не обидел Никак Что плохого В общем Я жду ГУФ Когда приедет в Москву Будем делать Потому что В этом вопросе Скорее всего Он и победил Под фоткой Вот Респектуют За новый альбом Спасибо Мне приятно То что Вам понравился Альбом Кому-то не понравился Кому-то понравился Возможно Тем Кому не понравился Новый альбом Ждали Я не знаю Там Кого-то Чего-то Там Ждали Кого-то Не знаю Там Бумбепа Там Карате Или чего-то еще Но Я уже сделал Карате Зачем повторяться Давным-давно А я сделал Карате 16 лет назад Сейчас я делаю Что-то другое Кстати Какие-то треки Даже И близки Карате По духу Почему нет Вот Вот Говорят Смияги Сделай трек Кстати Мне нравится То что делает Мияги Это круто Что-то с виду ком предлагают сделать совместку очень много голосов за рамдигу очень много голосов за рамдигу с окси пишут со слимом со скрипом я же смотрю кто со славой я рассмотрю за кого больше всего идет голосов вопросе кто-то там даже спамил какими-то именами я даже их не знаю но видел что выкладывали в history типа ребята переходите под пост смоки мо и пишите в комменты этого парня и предлагали там своих ребят вот плюс в личку пришло предложение не знаю там сотни там тысячи вот игорь пишется и сделать совместный трек ее надо еще немножко встать на какую-то ступень повыше я считаю сделать еще какие-то синглы стать более на слуху ассай нет я не завишу от мнения почему я завишу от мнения что вы все ищите в какие-то ну негативные аспекты а что за за гуфа я не молчу я жду гуфа в москве он приедет мы с ним созвонимся я думаю посидим на студии у меня есть новые биты у меня много новых битов я думаю можем сделать что-то крутое спелси вот предлагают совместный трек с чемоданом с фараоном короче у вас много идей я понял ну давайте я кому-нибудь позвоню что ли пообщаемся стим эти говорят сделать трек вы просто ну пишите big russian boss вы просто пишите название рэперов что ли мне наберите ну вот первый кто попросил тебе и наберем по моему я те когда-то уже набирал а может сейчас посмотрим йо смоки салют привет хочу сказать огромное спасибо вам за музыку за вашу вот я помню ваш альбом замечательный карате вот у меня есть вопросы к вам определенного рода касающиеся не только нашей молодежи вот вы сейчас сказали о том что как бы допустим человек должен иметь какой-то статус да должен быть услышанным прежде чем вы с ним запишите совместный трек а если допустим человек нет это в случае эйо я сказал а если допустим парень как бы ну имеет определенный талант но он к сожалению не раскручен как вы к этому относитесь я прекрасно к этому отношусь мне например нравится масло черного тмина и когда я услышал его он практически никому не был известен там на клипах было несколько тысяч просмотров вот я ну я форсил его там и в твиттере и в инстаграме но я сам его нашел но мне подсказали я посмотрел мне понравился и на тот момент я был готов сделать с ним совместный трек но это одно но с другой стороны ты пойми что очень много ну не мне пишут я просто даже ну не имею возможности всех послушать и адекватно как бы понять это вообще что это масло черного тмина я сразу как бы заценил мне понравилось и бывает такое то есть насколько вот ну просто я очень долгое время за вами как бы наблюдаю и мне насколько известно вы тоже начинали с самых низов и поднялись сейчас до определенного уровня потому что ну в свое время получали респект очень от многих людей от таких как крэг да у вас были какие-то определенные совместные работы вот и тем самым вы как бы заработали респект от народа вот и поэтому меня немножко как бы удивило то что вы сочетаете как бы статус с чем-то да там я поэтому как бы удивился и мне было интересно подожди была такая тема что я был свое время например фанатом касты хорошо общался с влади и когда я предложил им сделать совместный трек влади мне сказал подожди не спеши тебе нужно еще подрасти в этом чтобы сделать с нами совместный трек одно дело я могу как будто респектнуть сказать ты нормально делаешь но совместный трек это это немножко другое это должно либо исходить от меня мое быть желание ну потому что ты сам понимаешь сколько там миллионов рэперов сейчас каждый в каждом доме в каждом подъезде читает рэп и ну это просто ну мне надо жизнь свою потратить чтобы со всеми записать совместные треки ну я ну а вот я вот хотел у вас еще все так же спросить вот касающиеся молодежи допустим да у нас очень много в стране людей которые хотели бы быть услышанными да точно так же как и вы в свое время пытались быть услышанными видами вот а что вы могли бы посоветовать молодым исполнителям которые на самом деле ну стараются но у них к сожалению ничего не получается вот я допустим один из тех который уже девять десять лет пытается делать музыку вроде бы как что-то немножко начинает прорезать но в то же время все уходит на дно пытаясь пробиться на радио там не берут деньги берут только одни и те же имена раскрученные понимаете я не один такой здесь кто в стране кто пытается когда я начинал и хотел быть услышанным не было интернета и у меня была задача в 30 раз сложнее а сейчас есть интернет если ну ты хочешь быть услышанным ты будешь услышанным все зависит от твоего желания если ну если у тебя бешеное желание ты пробьешь любые преграды если у тебя бешеное желание если ты готов пожертвовать отношениями деньгами чем угодно пожертвовать ради того чего ты хочешь ты добьешься ты будешь каждый день тренироваться ты пожертвуешь и ты добьешься но многие не могут пожертвовать чем-то личным ради ради чего то того о чем они мечтают вот но жертвовать придется в любом случае а еще такой вот вопрос вы жить в газгольдере состоите правильно вот в комментариях пишут не факт смоки я говорю свое личное мнение я говорю то с чем мне приходилось сталкиваться и я не говорю не обобщаю не говорю за всех мне человек задает вопросы личные я отвечаю ему лично свой опыт свое мнение свою жизнь вот потому что он мне задает вопросы а там в коментах просто пишут что не факт может быть и не так может быть и не так но я говорю то как я чувствую и знаю вы сейчас на газгольдере состоите верно газгольдер мой выпускающий лейбл ага вот как относитесь допустим к такому исполнителю который сейчас блеснул так сказать в нашей стране Ган Вест ну вот разукрашенный типулек такой весь в татуировках с накрашенными ногтями то есть как относитесь вот к такому молодому формату исполнителей потому что как бы я у вас спрашиваю к тому что вы своего рода легендарная личность уже которая в принципе свое имя уже утвердили давным давно да и мне просто интересно знать что вы думаете о новом поколении творческих имен вот касающийся таких исполнителей Ган Вестом с разукрашенными ногтями которые в принципе для молодежи ну сейчас является чуть ли не идолом ну ну мне сложно сказать мне сложно сказать Ган Вест ну мне накрашенные ногти мне это не близко ну я не могу его осуждать за это он сам сделал свой выбор там если ему нравится то окей я к этому отношусь спокойно все таки как бы ну я лично из своего мнения считаю что это в принципе неправильно когда человек такого уровня да уже там тоже как бы зарекомендовал себя народу да его слушать там много тысяч людей и он показывает молодежи такой пример какого-то непонятного человека слушай я тут не в роли судьи чтобы кого-то там судить или там оценивать чье-то творчество ну типа это не мое типа хочет он красть ногти пусть красть ногти помимо его крашеных ногтей вокруг существует намного более худшие вещи чем это капля в море там может быть ну может ему так нравится пусть он так делает вот а там кто его смотрит кто его наблюдает это их уже делал то есть нам всем надо дать свободу пусть выражаются как хотят ну то есть но ты не можешь запрещать людям самовыражаться ты вот у тебя татуировки да на теле я вижу но да когда-то когда-то татуировки были неприемлемы из-за них жестко осуждали спрашивали и все такое сейчас это любой вообще в порядке вещей татуировки это нормально так мне кажется бывает какое-то определенное понятие того чтобы люди как бы ну стараются нанести татуировки со смыслом правильно когда есть какое-то определенное значение этих татуировок нежели просто наколоть себе я не знаю там фирзя да или тигра и ты в принципе не знаешь определенное понятие ну вот я свои не полил особо татуировки правильно делаете вот я бы хотел попросить вас если у вас будет время я бы хотел вам скинуть свои работы что вы может быть на досуге могли могли их послушать и дать какой-то определенный совет чего не хватает в принципе ну в личку в инстаграм кидай в личку в инстаграм да вам скинуть ну да все понятно спасибо вам огромное за время что вы дали возможность с вами пообщаться пока спасибо тебе тоже всего хорошего пока вот такой вот разговор так ну интересно зато пообщаться не просто там три слова здравствуй до свидания респект пока так вот набираем дальше выходим в эфир пообщаться поговорить возможно поспорить с кем то так вышел в эфир и завис я понимаю вот привет саш меня эдгар зовут я очень давно слежу за тобой блин чуть волнуюсь даже да не волнуйся думаю все нормально я сам с пятигорска мои друзья это группа рецидив в 2004 году гран-при взяла там артура рустамов был может помнишь его он в 2003 году с тобой виделся ну я помню группа рецидив да была я недавно виделся с артуром он мы что-то вспомнили тебя он говорит такой типа да вот у смоки в 2003 году короче за трек герман и патрик спрашивал говорит просто безумно ну реально башня мне даже взлетела мне 18 лет я как бы так новую школу слушаю в принципе мне это не очень нравится я в основном паутскул особенно джи юнит лоид бэнкс я все микстейпы короче заюзал все альбомы у меня даже этот редкие издания на пластинках есть ну так вот я давно пытался уже с тобой выйти на контакт Саш я не знаю как обращаться просто как-то блин вроде тебе 35 но опять же ты старше 36 36 уже ровесник лоида бэнкса как раз слушай Саш у меня тут такой вопрос возник всегда хотел поинтересоваться все мои друзья все мои друзья битмари я биты чуть по чуть пишу слушай как ты вообще к битам пришел скажи мне как ты практиковался вот вот этот момент интересен как смог ему который делает просто взрывные биты вот пришел к этому да просто начал делать и все ты как-то сэмплировать начал экспериментировать да это был 98 год братан какой там экспериментировать тогда был диск с эмплами и один и все да я понял 98 год интернета даже не было ну какие там экспериментировать то что одна программа один диск с эмплами все а я понял понял слушай а еще вот такой вопрос у меня к тебе возник я вообще вот как выше и выразился насчет лоида бэнкса насчет вот старой школы вообще вот если ты следишь за новостями этого улдскула и всего прочего вообще какую характеристику можешь дать этому исполнителю это более такой хип-хоп нежели да один из моих любимых был эмси был почему потому что ну сейчас он уже не такой актуальный и ну фифти вообще ушел в бизнес джи юнит больше в принципе нет ну да вот ну лоид бэнс был самый самый потенциально крутой в этой тусе да и у него помню он в питере клип снимал у него есть клип из питера да да я это был один из ну если взять весь джи юнит он был для меня самый крутой джи юнит чувак ну к сожалению сейчас он затих и потерял былую ну вот эту вот ну да у него там семейная жизнь я в инстаграме палил в общем вот а скажи в принципе вот насчет битов у тебя нет музыкального образования вот мне знаешь какой момент интересует касательно вот ты же знаешь да режется сэмпл к примеру и вот его стоит как-то обыграть да вот эти вот все моменты это же ну как бы в тональность надо да вот все вот эти дела короче это ты на слух все делал или как-то там путем каких-то там на слух то есть у тебя есть проблемы какие-то с музыку ну с тем что у тебя нет музыкального образования просто найди людей у которых есть музыкальное образование и все но у тебя нет муза образования слушай я учился на эстрадно джазовом факультете университете мне ну да суть не в этом суть в том что мне не нужно музыкальное образование чтобы... А нет, оно любому нужно, но музыкальное образование, оно не стоит превыше всего. Превыше всего стоит идея. Если у тебя есть идея, то ты можешь ее реализовать. Если у тебя есть желание, идея, ты можешь найти людей, у которых есть образование. У меня есть, например, прекрасный клавишник, у которого там у него грамотами, там можно всю квартиру завесить его грамотами. Их там просто сотни. Он нереально крутой. Он на слух сразу любое, что угодно может переиграть. Если мне что-то надо будет, я могу ему позвонить, он приедет. Но в новый альбом он даже ни одной ноты не сыграл, потому что даже не понадобилась его помощь. Потому что мы можем все идеи сами воплощать. Сейчас настолько как бы развита вся музыкальная программа, плагины и прочие синтезаторы, что уже не нужны никакие музыкальные образования. Это все типа олдскул. Я понял. И еще один момент важный. Вот Ган Мейкас, да, Эльбрус. В 2012 году последний раз статью читал про то, что он сидит... Он в 3 месяца где-то. Вы не общаетесь, Саш? Вообще никак не поддерживаете связь? Не созваниваетесь? Мы не общаемся еще до того, как его посадили. Мы несколько лет тогда уже не общались. Но он бодрый был. Такой в плане читки. А, кстати, если ты наберешь в Ютьюбе Эльбруса Алиев, то он в тюрьме снимает, кстати, клипы. Там есть из тюрьмы несколько клипов у него. Ну, когда он освободится примерно. Ну, ты так можешь накидать? Я не знаю. Ну, я понял тебя. А скажи мне вообще... Он был большой. У Димки как дела? У Димасты? Нормально. Общаетесь? Этот альбом. Я понял. Я что-то там на Ютьюбе как-то видос спалил. Что-то кого-то там... Его кто-то хотел грязью полить, и он кого-то шугнул, и потом этот тип что-то там... Блин, вот честно, я никогда не понимал. Вот с 2008 года... Вот я позже, конечно, альбом послушал, вот этот White Star. Я всегда не понимал, почему Димку не любят. Вообще бомба. Ну, согласись же, альбом реально, White Star это бомба. Если бы он в Америке выпускался под G-Unit каким-нибудь, ну, взорвал бы весь мир. Просто, ну, неужели люди такие тупые? Ну, реально, ну, не понимают нормального звука. Не знаю. Блин, ну, трындец. Сложно сказать. Ну, я понял. В общем, такие дела. Ну, ладно тебе, Саш, спасибо. На все вопросы мои ответил. Удачи тебе. До вечера, пока. Все, давай, Саш. Жду новый альбом. Спасибо. Давай, давай. Вот видите, альбом 9 дней назад вышел, уже люди ждут новый альбом. Это прекрасно. Поговори со мной. У меня есть вопросы. Так, давай. Так, кто поговорит со мной. У меня есть вопросы. Звоним сразу всем. Ну, я прям подряд из комментов сразу звоним, сразу. Здорово. Привет. Привет. У меня, короче, есть вопросы. Я так же, как вот пацаны тут начинали, про начинающих рэперов, короче. Так. Мне сейчас 17 лет, короче, я записал, ну, первый трек свой, так, кое-как. И, короче, хотел бы, чтобы ты послушал, оценил. Ну, включай. Ну, включай. Сейчас. Так. Так, ну, только потише нужно сделать, потому что я не слышал тебя. Хорошо. Так, сейчас. Блядь. Сейчас, сейчас, сейчас тут сразу перемотаю, но слова. Так. Так. Продолжение следует... Ничего не слышно, братан. Не слышно? Нет, ну... Всем, кому интересно... Сговори название. Кнейм и название трека. Давай я скину тебе в личку в инсту. Люди пусть тоже послушают. Ну, короче, это группа ВКонтакте. Ну, у меня, короче, он получается... Как бы я первый трек, и, короче, еще так. Ну, вот, группа ВКонтакте. Это первый, короче, я не знаю... Я, короче, из маленького городка. Нету, короче, ни студии, нифига. Я записывал в шкафу. И, короче, вот так вот у меня то, что получилось. Красава, красава. Вот, еще, короче, есть видео в инсте, ну, как бы второго трека. Но, короче, я его еще не записывал, но, так, наброски есть. Вот, тоже. И советы тоже по битам я хотел бы спросить. Ну, точнее, я уже то, что хотел спросить, многое услышал. И уже на многое ответил. И вот, ну, тоже что-то пытаюсь вот делать в своем. Вот. Ладно, удачи тебе. Ладно, удачи тебе. Спасибо. Ну, я скину тогда в инсту. Давай. Спасибо. Так, ну, что, кто еще на связи? Все, говорят, отключайся мне уже. Позвони. Так, сегодня. Здорово. Привет. Что ты в темноте? Привет, что ты в темноте. Да, пора уже в темноте лежать. Я понял. Я понял. Что спросить, что ты спросил? Я хотел спросить у тебя по поводу, вообще, как у тебя получилось так, ну, с трики вообще фиток замутить. Трики же... Трики же... Блин, я себя ослечу. Что у вас там за этот... со звуком? Я не могу просто говорить, когда у меня даблится мой голос параллельно. Можешь потише сделать? Да, конечно. Раз, два. Еще потише. Раз, два. Трики у нас на студии висел несколько месяцев. На моей студии. И мы там общались, писали, что-то делали, вот и все. Прикол. Еще вопрос хотел спросить по поводу вообще творчества, в плане, ну, как ты обложки вообще выбираешь художников? Ну, у меня есть несколько художников, с которыми я работаю, я им доверяю, они делают очень достойно. Ну, также я познакомился с ними в Инстаграме, там. Вот, поэтому держу с ними коннект. Еще по поводу хотел спросить символов, вот эти вот глаза, это что-то, ну, какие-то есть скрытые смыслы в этом? Йоу. Что это значит вообще? Что? Ну, в клипах частенько мелькают какие-то, ну, типа, знаки иллюминатов, там. Да нет, нет. Так просто. Это просто дизайнерское решение? Да. Да. Ништяк. Или ты меня подозреваешь? Подозреваешь. Да нет, просто частенько я их замечаю, и поэтому... Тебе не нравится? Не нравится? Не, почему нравится? Просто, ну, это же, ну, как бы, если это есть, значит, это что-то... Если у тебя есть глаза, то что в них плохого? Плохого. Ну, все, в принципе. Ладно, спокойной ночи. Все, добрый. Пока. О, Олежка на связи. Олежка. Скажи что-нибудь хорошее, брат. Наберу тебя. Скажи что-нибудь обрадуй чем-нибудь. А то настроение не совсем, блядь. Е-бой. Брачок. Ну, как-то. Нормально. Скажи что-нибудь хорошее, пиздец. Да я хуею, что-нибудь хорошее. Я хуею, читаю твои комментарии. Пиздец, я хуею, бля, брат. С кем, говорит, фит записать? Просто читаю. Леха Гуф. 174 лайка. Я такой думаю, бля, заебись, бля. Гуфа, типа, еще канает. Ну, типа, рэпово канает. Брат, смотри. Смотрю дальше. Рэм Дига, бля, понял? 74 лайка, это вообще красавчики. Смотрю, я написал, ну, типа, Скулбой Кью, понял? Да, да. Братан, 20 лайков. Да кто такой Скулбой Кью? Да рот я его ебал. Самый грамотный кинул вообще совет по поводу Скулбой Кью. Мне просто кажется, что у вас просто даже тембр голоса немного похож, понял? Есть такое, да, есть. Ну и вообще вы похожи. Что-то Story Lays'ом трэп сделал. Да, да, хочешь, могу чуть-чуть его часть поставить. Давай, давай. Так, блядь, мировая премьера, ребята. Только, блядь, у нас в эфире такое может быть. Кизару, Тори Лэйнс, кусочек совместного трека. Не, ну у меня, я себя ставить не буду, его часть поставлю. Да, кусочек куплета Тори Лэйнса. Мировая премьера. Сейчас только найду его. Ты-то как, братец, все нормально? Да вот клип сняли. Да не, не грустно, на самом деле устал просто пиздец в движениях. Клип снимали там туда-сюда. С баскетом? Конечно. Бля, значит у нас клип будет. Бля, надеюсь. А я хуй знаю, брат, я вот смотрел твой предыдущий клип. Угу. Ну я могу сказать, что это вообще одно из лучших вообще, блядь, произведений, мне кажется, блядь, которые делали вообще русские пиздец. Ну так круто, так оригинально. Мазиарти ты имеешь в виду? Да, ну очень, ну мясо. Ну там запарились просто. Мясо, клип, мясо прямо вообще полное. Спасибо, бро. Спасибо. Три пятьсот в эфире, все хотят мировую премьеру, кусочек Тори Лейнса с вашего трека. Мне пиздец как интересно, потому что за Тори Лейнсом, братан, я слежу давно. Сейчас поставлю, пацаны. Все, ждем. Я поставлю там буквально чуть-чуть. Давай, 10-15 секунд. Да. Так. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Блядь, это мясо, Олег, это разъём, блядь. Да, пиздец, мне придётся бросать нахуй траву, блядь, полностью сейчас на месяц, хотя бы на две недели, чтобы ебануть с вокалом, потому что я когда курю, я вообще не могу, ну, не работает у меня вокал вообще, по-моему. А когда на спорте там Зальчик понял и все дела, то тогда работает всё. Знаешь, чего я охуел, Олег? Меня просто шокировали, блядь, на днях. Солджимака, я охуел, что с ним, блядь, произошло. Да, у него, у него, типа, как это, какая-то жёсткая, я как, как эта хуйня называется-то? Какие-то паразиты. У него, у него кожное заболевание очень серьёзное, которое просто пожирает его, понял, блядь? Какие-то паразиты, которые едят плоть, блядь. Да, да. Это пиздец, чувак, это просто пиздец. Я просто охуел. Чё там в Америке, блядь, происходит с людьми на охуе? Да, я, если честно, так, ну, я даже испугался немного, когда первый раз увидел. Я подумал, что понял, ну, и он разъебался где-то или в аварию попал, типа, ну, потому что просто на зомбаря похож. Блядь, у него пол лица уже съедено, нахуй, этой хуйней. Да, да, соглашусь, соглашусь. Он в маске ходит сейчас. Жалко его, если честно, пиздец, блядь. У него всю жизнь какая-то хуйня. Он столько всего прошёл, блядь, а у Джимака, блядь. Пиздец. То авария, понял? Да, я ж помню, да. То, нахуй, это хуйня. Я вообще не понимаю, за что ему эти все наказания, блядь. Короче, вот в это, в чате спрашивают, что с ним случилось. Он цепанул какую-то неведомую новую хуйню. Новую? Брой, я даже такого не видел, если честно. Да, какая-то новая хуйня, какие-то паразиты, которые разъедают, блядь, плоть, нахуй, человека. И они у него начали... Похоже, вообще, я такой подумал, блядь, что он себе в голову, блядь, крокодила, что ли, вколол, понял, пиздец. Да, похоже на то, что он, блядь, разлагается. Да, да, прямо, ну, гниет, нахуй, блядь. Это жесть полная. Я ему написал, чтобы он, типа, держал, ну, как бы, себя в руках, не раскисал, но я не знаю. Ну, говорят, что это лечит, а он мне написал, типа, it's a very, типа, rare skin disease, типа, из серии. Это очень редкое кожное заболевание, но оно излечимо, понял? Ну, будем желать ему скорейшего выздоровления. А все наши малыши и малышки, и пацаны, и все наши в чатике пишем SchoolboyQ в личку. Пиши трек со Smoky Mo. И отмечают, и отмечают Smoky, блядь. Да, 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 и тогда мы сделаем, блядь, это дерьмо, блядь, на высшем уровне. Блядь, ну, со School'ом кфиф, братан, это, конечно... School' крутой, да, да. Это закрытие, нахуй, в общем, блядь. Сделаем, бро, сделаем, сделаем. Я все, короче, это, визу сделаю, приеду. Я все, блядь, делаю визу, блядь, до сих пор. Да, ты что-то долго делаешь визу, надо поработать. Сделаю, сделаю, сделаю. Причем надо посидеть, поработать не так, как мы с тобой, блядь, в прошлый раз за 15 минут, за 20 минут. Так, блядь. А сидеть, поработать подольше, как бы. Бро, ты красава, я тебя обнял, двигаешься прям вообще как надо. Короче, будем на связи, блядь, вообще делаешь мясо. Я жду этот сингл, короче, Story Lens'ом. Это будет, блядь, историческое дерьмо, блядь. Так там еще и не только Story. Блядь, я знаю, я просто молчу, блядь. Да, 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 да. Да, да, да. Ладно, все, бро, обнял. Брат, жду тебя, жду тебя. Все, красава. Давай, брат. Мир. В общем, и пообщались, и послушали кусочек сингла Story Lens'ом. Я думаю, что нормально посидели сегодня в эфире. Я всех обнял. Всем хорошего вечера. Делайте, добивайтесь высот, добивайтесь успехов. И да пребудет с вами здоровье и любовь. Всех обнял. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok